Всем привет привет! Вы на канале ВотГСН и кто-то сейчас скажет или даже напишет в комментариях, что ГСН опять потянуло в песок. Ребят, ну а почему бы и нет, если в песке весело и прикольно? Я, допустим, хочу сегодня обсудить с вами Круизер 3. Эта машинка вообще 2 уровня, глубже только 1 уровень. Короче, глубже песка вы не найдете. Чем мне нравится данная машинка? Мне она нравится своим орудием. Да, безусловно, не всегда ты можешь на нем супер-пупер отыгрывать, но, ребят, на 2 уровне барабанщик есть, который накидывает среднего урона 50 единиц за шот. За 2 шота, то есть за 1 барабан, вы накидываете 100 единиц. Если вы посмотрите на, в принципе, запас хпшки, вы поймете, что 4 барабана и такого товарища в бою нет. И это немножечко будоражит соперников даже вот в этом песчаном уровне. Его очень многие не любят встречать на своем пути, потому что он действительно подвижный и он действительно накидывающий. Время сведения просто обалденное. Разброс посмотрим с вами в бою. Урон в минуту целых 706 единиц. Кто-то скажет, что, блин, 706 единиц, что ты обсуждаешь? Но, ребят, еще раз, прочность 430, поэтому 706 единиц, согласитесь, это довольно-таки прикольно и круто. Время перезарядки магазина крайне непривычное для этого уровня 7,5 секунды. Это с учетом установленного там всего оборудования. Но, ребят, что есть, то есть. Но и скажите мне, пожалуйста, где еще вы сможете поиграть, как ни в песке, с орудием, у которого склонение вниз минус 15? Я думаю, что больше нигде не найдете вы ни на 8, ни на 9, ни на 10 левеле орудием с таким шикарным углом склонения. Такой угол склонения получается только, если вам в бою башню оторвало взрывом быка. И вот тогда, когда она падает вниз и смотрит стволом вниз, тогда получается угол склонения в 15. Короче говоря, ребят, вот такой вот он круизер 3. Ну что, попробуем, что он собой представляет непосредственно в рандоме и насколько фаново или не фаново на нем играть. И стоит ли оставлять себе его при наличии свободных мест в ангаре для того, чтобы раз в пятилетку выехать на этом уровне? Ну или стоит ли его купить за то незначительное количество серебраза, которое можно взять его в ветки исследования, для того, чтобы просто заехать и попытаться пофаниться? Я скажу откровенно, чем мне нравится играть в песочных боях? Да потому что здесь ты можешь позволить себе все, что угодно. Ты можешь позволить себе здесь подурачиться, ты можешь позволить себе попытаться добрать кого-то тараном и умереть в неравной схватке с более тяжелым соперником. Ты можешь позволить себе поехать поотбрасывать барабаны, не переживая за то, что тебя будут разбирать. Разбирать-то будут, то есть не то, что ты можешь не переживать, что тебя разберут. Просто тебе пофиг, разберут тебя или не разберут. Итак, углы склонения минус 15. Вот они, пожалуйста, родимые, которые позволяют выехать даже не наверх горки, а просто чуть-чуть подкатиться вниз и уже видеть всех, как у себя на ладошке. Брони, товарищи, нет абсолютно никакой. Башня создана, по-моему, конструкторами с той целью, чтобы принимать в себя все снаряды, которые будут в вас лететь, как вы видите. Вообще, ребят, заценивать машину второго уровня с серьезным выражением лица, ну, как бы очень сложно, но я буду максимально пытаться. Вот то, что мне нравится. Приехал товарищ спит. Такое встречается крайне редко, но зато за это время я могу постоять и понакидывать в него свой барабан. Единственное, что необходимо еще иметь в виду, что может приехать какой-нибудь другой товарищ, который подумает, что ты спишь и будет отбрасывать уже в тебя. Ну, разве ли не прелесть? Много ли еще вы знаете уровней, на котором себе можно такое позволить, абсолютно безнаказанно стоять и кого-то разбирать? Я думаю, что нет. Именно из-за этого я и люблю песочные бои. Что бы мне там ни говорили, поскольку мне плевать на статистику, мне и разговоры эти абсолютно безразличны. Вот даже сейчас, если мы проиграем, я от этого, ну, ничего не потеряю. Соответственно, из трусов выпрыгивать не буду. Проиграю, да и проиграю. На моей статистике это отразится? Возможно. Но поскольку мне на статистику плевать, соответственно, можно и пофаниться. В конце концов, бой-то я сейчас никому не порчу, соответственно, ругать меня не за что. Для победы делаю все возможное. Езжу, кручусь, перезаряжаю барабан, пытаюсь добирать недобитков. Короче, все, как и на верхних уровнях, только с фаном и весельем. Ну что, поехали. Попытаемся с кем-то из этих товарищей попадаться. Попытаюсь использовать свои шикарные углы склонения для того, чтобы откинуть в кого-нибудь, но и попытаться спрятаться как можно побыстрее. Пока я с вами здесь разговаривал, пока я с умным выражением лица и практически серьезно попытался заценивать машину, Наши шансы на победу начали потихоньку таять. У товарищей хп-шки больше, чем у нас, а на данном уровне это существенно. Ну прям очень-очень существенно. Убегает товарищ, это хорошо, это позволяет нам накинуть в него несколько раз. Единственное, что сейчас второй товарищ попытается к нам заехать и отбрасывать в корму. Ну что, доберем? Жаль, жаль, что добрали не мы, это был наш шанс. Сейчас прячемся, прячемся однозначно и давайте теперь попытаемся переиграть АМХа. Я думаю, что в принципе труда это составить не должно, нас все-таки двое. Я товарищ супер подкованный, поэтому просто буду прятаться для того, чтобы выжить. Ладно, смотрим на результаты боя, какие бы мы там результаты не получили, я думаю, что миллион серебра мы навряд ли подняли, но зато, по крайней мере, я себе однозначно поднял настроение. Именно за это я и обожаю песок. 870 единиц нанесенного урона, то есть, по сути, я сделал два таких танчика за игру. Я имею в виду, что заходя в игру, ты должен минимум нанести урона в размере хп своего танка. Я сделал два таких танка, так что я, красавчик, сделал свой вклад в победу. Ну что, ребят, я не знаю, как вам, а мне нравится заходить в песочные танки, даже на вот таких вот абсолютно заурядных машинах, которые в любой момент можно взять с дна покататься у себя в ветке развития. И, ребят, плюйте на стату, играйте ради удовольствия. Ну а если вы со мной солидарны, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, возвращайтесь на мои видео, я на своем канале показываю исключительно честные обзоры на технику средними руками и на товары в магазине, для того, чтобы вы понимали, стоит ли вам разбивать свою золотую копилку, либо вкладывать real money в тот или иной товар в данной игре. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok